здравствуйте приветствую вас на канале сад и огород тема сегодняшней беседы бархатцы особенности и польза цветов бархатцы любят сажать садоводы на своих участках многие знают о многочисленных преимуществах этих цветов они отпугивают вредителей и делают землю более качественной цветы отличаются сильным ароматом выделяемые фитонциды помогают защищать посадки от колорадо луковой мухи и капустной белянки бархатцы также производят теофен он отпугивает вредителей грунта и снижает активность таких сорняков как хвощ и пырей цветы можно сажать в междуряде или в окончании грядок это неприхотливое растение которое с первыми заморозками начинает увядать в это время можно собрать лучшие семена если речь идет о сортах они о гибридах стебли можно пустить на компост чтобы получить семена следует выбрать наиболее сильные и красивые цветки когда увянут соцветия нужно собрать семена лучше чтобы это была солнечная и сухая погода при затяжных осенних дождях соцветия можно собрать и высушить дома их рекомендуется подвешивать за стебли после полного высыхания нужно обобрать лепестки и достать семена их хранят в бумажных пакетиках или коробках компостирование благодаря бархатцам улучшается качество компоста для того чтобы компост стал лучше нужно взять стебли бархатцев и измельчить их сверху нужно положить слой других растений и добавить прошлогодний компост далее все поливается водой биоускоритель поможет растительным элементам быстрее перегнить такое средство содержит ферменты и биологически активные вещества собирая цветы на участке не стоит пытаться выдирать корни можно просто срезать видимую часть цветов корни бархатцев улучшают структуру и состав грунта его воздухопроницаемость становится лучше предотвращается утрата микроэлементов удобрение стебли и цветы бархатцев в осенний период можно вносить в почву вместе с сидератами в итоге вы получите отличное органическое удобрение которое будет приносить пользу несколько лет защищая грунт от вредителей и фитопатогенов если готовится грядка для посадок чеснока лука или моркови осенью то можно перекопать бархатцы из сидераты за 30 дней до этого посадка овощных культур осенью не обходится без внесения мульчи в ее качестве также можно использовать стебли бархатцев вместе с лапником таким образом земля будет защищена от вымерзания а будущая зелень от опасных вредителей лапник убирают весной стебли бархатцев можно оставить надеюсь на ваших участках уже растут эти красивые и полезные цветы а я прощаюсь с вами ставьте лайки подписывайтесь пока пока